При каждых осадках у нас вот так вот выходит плесень, вода бежит по стене, по углу. Алина Сурикова живет со своей семьей в квартире на девятом этаже уже 4 года. И все это время она решает проблему с затапливанием балкона. Пока ощутимых результатов нет. Вот мы с пола воду собираем, я говорю, пол, прям вот так вот воды было у нас. От постоянной сырости по периметру балкона появилась плесень, она постепенно проникает в жилую часть квартиры. Молодая женщина несколько раз обращалась и в свою управляющую компанию, и в ЖЭК. Но две коммунальные организации пеняют друг на друга. Терпение Алины закончилось. Я звонила в ЖЭК, опять мне сказали, что они опять придут, акт составят. Я сказала, что у меня от ваших актов ни холодно, ни жарко. Если я акт приклею, на потолок у меня течет, вода не перестанет. Все дело в отсутствии капитального ремонта фасада. Его здесь не было четверть века, говорит старший по дому. Фасад, посмотрите, как заброшенный дом. Костя приходит, они смеются. Это у вас похоже на заброшенный дом. Посмотрите. У нас хватит толстая стена, ветер сдувает. Прямо оттуда, как ветер длин, если ветер сдувает, все уже, в квартире прямо ветер заходит. Частичный ремонт уже был приведен, заявили нам коммунальщики. Два года назад на участке протекающей кровли наложили заплаты. Но раз это не помогло, будут применяться другие меры. Сначала, значит, у нее кровля текла, а сейчас уже, как выясняется, балконы примыкания. Мы сейчас заключили договор с одной подрядной организацией, которая делает вот эти балконы примыкания. Для этого рабочие зачистят плиты от старого покрытия, сделают гидроизоляцию. После закроют оцинкованным материалом. Для таких работ необходим допуск и соответствующую квалификацию персонала. Пока же он занят на другом объекте, в соседнем 53-м комплексе. Так что протекающий балкон отремонтируют до начала декабря этого года, а после займутся выведением плесени. Татьяна Коронава, Василий Киселев, Эфир 24.